МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто выживет после конца света? Профессора и академики снова и снова задаются этим вроде бы несерьёзным вопросом. Человечеству уже не раз предрекали апокалипсис. К счастью, ничего не случилось, мы живы. Но мы упорно продолжаем бояться и мечтаем стать неуязвимыми. И оказывается, это возможно. Учёные ищут и находят на Земле живые организмы, которым нипочём пекло в сотни градусов, вечная мерзлота и даже ядерная война. А что, если их секрет поможет выжить и нам? 1 августа 2013 года беглый хакер Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, сделал сенсационное заявление. Американские спецслужбы готовятся к апокалипсису. В конце 2013-го на солнце произойдёт несколько вспышек. Верующие тут же вспомнили о пророчестве Григория Распутина. Старец предсказал, что 23 августа 2013 года огонь поглотит всё живое на планете, и жизнь умрёт, и наступит могильная тишина. Перед судным днём, по словам Распутина, на Землю вернётся Иисус Христос и предупредит человечество. Так Сноуден стал претендовать на роль мессии. Эта проблема вышла за пределы религиозной сферы и вошла в наш быт как понятие судного дня, в том плане, что на планете может случиться какой-то катаклизм. Судного дня не случилось. Но учёные Солнечной обсерватории НАСА и Европейского космического агентства сфотографировали на нашем светиле гигантскую чёрную дыру длиной в миллион километров. В этой зоне заметно снизилась температура и образовался солнечный ветер. Подобное явление люди уже наблюдали и назвали его «Буря Каррингтона». В 1859 году на Солнце появилось множество чёрных пятен. Затем отсветило отделились и полетели в сторону Земли несколько огненных шаров. Через 17 часов небо ярко засияло. Отключился телеграф, бумага стала самопроизвольно возгораться. Первым это явление описал английский астроном Ричард Каррингтон. Поэтому страшную магнитную бурю назвали его именем. Учёные прогнозируют, нечто подобное может произойти совсем скоро и последствия будут трагичнее. От магнитных бурь выйдут из строя все мировые энергосистемы. Люди останутся без электричества, воды и газа. И без интернета. Мы окажемся в Средневековье. Но даже если солнечного конца света не произойдёт, по мнению биолога Андрея Журавлёва, в будущем нам всё равно не избежать крупных катаклизмов. У нас всё меняется на Земле. Меняются океаны, меняется состав океанов, меняется конфигурация суши, меняется, соответственно, климат от холодных. Мы уходим к тёплым условиям и обратно. То есть то, что у нас сейчас идёт вот такое потепление, не значит, что дальше будет теплить ещё больше. Мы всё-таки живём в ледниковом периоде, и может, наоборот, даже очень сильно похолодать. Сценарии конца света могут быть разными. Мы уже пережили гигантские цунами, извержение вулканов и даже падение метеоритов. И это только начало, считают футурологи. Не исключено, что уже в нашем веке на Земле вспыхнут войны, и страны используют самые новые виды оружия. Если будет очень большой радиоактивный выброс, как-то нарочно сделано. Если ядерные ракеты будут направлены на атомные реакторы, если будут нарочно устроены такие большие пожары, что они вызовут ядерную зиму, которая будет иметь глобальный эффект, тогда уже встанет вопрос о выживании человечества. Радиация не сможет погубить всё человечество, говорят учёные. Последние исследования показали, что люди научились выживать в заражённой зоне. Да, иногда возникает привыкание с такой забавный феномен, правда, видимо, не нашедший ещё научного объяснения, возможно, даже не вполне изученное, то, что если люди живут поблизости от урановых рудников, где радиоактивный фон значительно выше, чем обычно, то ему идёт привыкание. Люди смогут выжить и в условиях радиоактивной зимы. Для этого им даже не обязательно уходить под землю и прятаться в стальных бункерах, считает доктор биологических наук Андрей Журавлёв. Главное – научиться приспосабливаться. Маленькие морские червячки, не червячки, эти, скажем, червячки с ножками, называются тихоходки. Ну, они в миллиметровой длины, и живут они как раз во всяких влажных почвах, в тундре, в высокогорьях. И когда обстановка неблагоприятна, они могут заснуть на несколько лет и проснуться, когда погода для них нормальная установка. Это известный писатель Дмитрий Глуховский. Его прославил роман «Метро 2033-го» о жизни человечества после ядерной войны. Просто хотелось заставить людей другими глазами взглянуть на тот мир, который нас окружает. И мне было интересно представить себе, как наши потомки, или мы сами будем вот так же ходить по Кутузскому проспекту, по Лиговскому проспекту, и представлять себе, что это и есть пик величия человеческой цивилизации, а все, что впереди у человека, это угасание дальнейшее, одичание. Но по мнению Глуховского, сегодня у человечества куда больше шансов выжить, чем исчезнуть. Как раз об этом его новая книга «Будущее». Роман «Будущее» – мир перенаселен, застроен громадными небоскребами, тысячеэтажными, не хватает на всех ни места, ни воды, ни еды. В январе 2012 года в Якутии, в толще Мамонтовой горы, российский геолог, профессор МГУ Анатолий Брушков нашел живую бактерию. По самым скромным подсчетам, она находилась в мерзлоте 3 миллиона лет и выжила. Журналисты тут же окрестили находку «Бациллой бессмертия». Есть, скажем, бактерии термофилы, которые живут в кипятке, в 100-градусной воде. Есть и бактерии, которые живут в кипящей кислоте. Есть даже бактерии, которые вроде бы термофилы, но они опять же умудряются выживать и при заморозке. Возможно, вот он, секрет выживания. У нас на виду. Но как им воспользоваться? Над этой проблемой долгие годы бьются ученые всего мира. И им удалось достичь определенных успехов. Главное, чтобы вывести воду лишнюю, не дать ей замерзнуть в клетках. Потому что, когда в клетке начинают образовываться кристаллы льда, соответственно, клетку разорвет, организм погибнет. И здесь существует масса всяких приспособлений. Именно по такому принципу переждать в замороженном виде до лучших времен сегодня развивается наука крионика. Есть такая идея, что давайте мы погрузим человеческое тело или мозг в жидкий азот к температуре, близкой к абсолютному нулю, чтобы молекулы атомы перестали взаимодействовать. В мире уже работают десятки криохранилищ. Клиенты платят огромные деньги за обещание, что после смерти их тело сохранят и когда-нибудь оживят снова. Остановим ситуацию до того, как технологии будущего, нанотехнологии смогут восстановить жизнедеятельность человека. Но технологии еще не развиты настолько, чтобы оживлять замерзших людей. зато в вопросах ликвидации человека наука шагнула далеко вперед. Сейчас даже небольшой лаборатории, которая могла бы поместиться в этой комнате, достаточно, чтобы создать вирусы или семейство вирусов, которые могут уничтожить большую часть населения Земли. Эксперт по национальной безопасности Юрий Бабылов утверждает, многие державы уже запустили биологические программы. Цель – уничтожение части населения. Просто эти факты держатся в строжайшем секрете. В геном пищевой кукурузы вмонтируются гены женского и мужского бесплодия и других заболеваний. И те поставки продовольствия по ООНским программам, это гуманитарная программа, все красиво, африканские женщины добавляют эти продукты, консервы, мясные, другие консервы. Они обречены как бы сначала к неодеторождению, а потом к всплеску онкологических заболеваний. Современными учеными изобретены сотни вирусов, против которых человек совершенно беззащитен. Кроме того, существует даже климатическое оружие. Если его использовать, в экологии нашей планеты начнутся необратимые процессы. Так какое же будущее нас ждет? И как нам выжить в таких условиях? В 2012 году биологи кафедры мерзлотоведения Московского государственного университета провели опыт с бактериями из вечной мерзлоты. Именно кормили мух дрозофил. Результат произвел впечатление. Оказалось, по их данным, что эти личинки мух в среде питательной с пробиотиками из ледниковой эпохи котов 3,5 миллиона лет, они растут быстрее, и растут крупнее, и смертность среди них ниже. Подобный опыт тут же провели и китайцы. Они подкормили ледниковыми бактериями карпов. Рыба стала расти быстрее, у нее лучше заживали раны. Но поможет ли такой метод человеку? То есть говорить, что вот эти бактерии, которые мы изъяли из вечной милоты, это панацея от каких-то заболеваний, так тоже нельзя. То есть в чем-то они помогают, но не обязательно во всем. Однако никто не запрещал создавать бионического человека и работать над искусственным интеллектом. То, что можно будет сделать в ближайшие 10-20 лет с помощью биологии, оно будет в миллион раз более зрелищно и эффективно, чем все, что было сделано в 20-м веке. Такая часть 3D-органов и омоложения, чистки. Наши внуки, а может быть даже и дети, получат возможность жить вечно. Наверное, последнее поколение, в принципе, которое умрет. Американцы и японцы далеко продвинулись в изобретении роботов. Но почему ученые все чаще задаются вопросом, нужны ли эти открытия человечеству и не обернутся ли они против нас? Если оно кто-то первый выставит на поле боя полностью роботизирован комплекс машин. Но даже если восстание машин не случится, нашей планете может грозить перенаселение. По сюжету романа «Будущее» в Европе население за 100 миллиардов зашкаливает, а в России обратная ситуация, где популяция и, кроме того, такое исчерпание природных ресурсов заканчивается все тем, что начинают распродавать уже такую опустевшую, растрескавшуюся, высохшую землю. Впереди жестокие войны за территорией и ресурсы. Прежде всего в Китае, Японии, Индии и ряде африканских стран. Хотя, конечно, есть и альтернативная точка зрения. В ожидании перенаселения мир пришел к очень опасному демографическому рубежу, когда вопрос ставится с точностью до наоборот. В страхе демографического взрыва пришли к ситуации, когда человечество в общем-то грозит депопуляцией. Среди возможных сценариев будущего есть и такой. К 2050 году не будет России. По мнению демографа Игоря Белобородова, наша страна распадется на несколько частей, так как останется всего 80 миллионов русских и они не смогут отстоять свою территорию. Похожее произойдет и в Китае, и Европе, и даже в Америке. Пойдет отсчет момента вымирания человечества. И к середине столетия, безусловно, изменится и чистость населения, и его социальное качество, и его этнический состав. Мы рискуем в принципе потерять человечество как социально-культурный и биологический фирмен. Советские фантасты описывали технологически развитые и цветущие города будущего, умных и красивых людей, которые отважно покоряли просторы Вселенной и главное, нам обещали мир во всем мире. Удивительно, как все изменилось. В том, что нашу планету ждет что-то непоправимое, мало кто сомневается. Вопрос только, успеем ли мы что-то исправить. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова